Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. В этом видео хочу рассказать о моих личных фаворитах из магазина Fixed Price за 2018 год. Конечно, все, что вы увидите в этом видео, купленное не за один день, не за один поход в магазин, все это покупалось в течение 2018 года. Первое, с чего хочу начать, это, конечно же, канцелярия из Fixed Price. Я знаю, что очень многие ее любят и даже коллекционируют блокноты. Я ничего не коллекционирую, у меня такой чисто утилитарный подход, но мне очень нравится канцелярия из этого магазина, нравится ее использовать. Мне кажется, она хорошего качества за очень бюджетную стоимость. Вот то, что вы сейчас перед собой видите, это цветная клейкая лента, ручки, блокноты. Это, наверное, 1,5 того, что я сейчас использую, то, что буквально лежало наверху на столе, поэтому принесла и вам показываю. Также хочу отметить вот такие вот закладки. Видите, вот наверху такая сова. Они продавались в различных наборах. У меня в этом году было два набора. Вот такие вот пончики симпатичные и совы. Набор оказался очень удобным. Как я уже вам показала, использую как закладки в каких-то блокнотах и ежедневниках. И также можно закрепить, ну, например, открытый пакетик со специями. То есть пользуюсь также с большим удовольствием. Следующие товары, которые стали моими любимчиками, ну, назову их товары для себя любимые. Это то, что я покупала для себя лично и чем активно и с удовольствием пользуюсь. Первое, это фаворит, который, в общем-то, перешел из предыдущего года. Это вот такие резинки для волос InStyle. Кстати, сейчас они продаются не только в упаковочках, как у меня, по 10 штук, но также есть в упаковке по 20 штук в такой баночке пластиковой. Стоит, по-моему, 99 рублей. Эта упаковка у меня сейчас в запасе, но такие резинки у меня постоянно в использовании. Такая же упаковка у меня сейчас открыта. Это я и пользуюсь. Вот просто показываю вам, как выглядят эти резинки. Конечно, они очень простенькие, ничего примечательного, но они очень удобные, чтобы сделать, не знаю, обычный хвост или заплести косичку и закрепить ее. Они мягкие, они приятные, на них нет никаких декоративных элементов, поэтому, ну, как говорится, волосы они не дерут, ну, достаточно долго служат. В общем, это такой мой личный must-have. Также на протяжении 2018 года я постоянно покупала в Экспрессе вот такие палочки для маникюра. В упаковочке идет 30 штук. Стоили они тоже, по-моему, 50 или 55 рублей. Одной упаковки мне хватает достаточно надолго. Кстати, что удобно, видите, такой удобный пакетик с зиплоком. Кстати, пакетики я такие не выкидываю, а потом в поездке беру с собой какие-то необходимые предметы, ну, например, ватные диски можно сложить или те же инструменты для маникюра и педикюра. Так что этим продуктом я тоже очень довольна и обязательно продолжу его покупать. Следующий мой личный фаворит – это бальзам «Бархатные губки». Он представлен, по-моему, в любом магазине сети. Стоит всего лишь 25 рублей. Один у меня сейчас в запасе – это клубничный. И одним апельсиновым я пользуюсь, поэтому покажу вам, как он выглядит. Это обычная белая гигиеническая помада. Но она губы отлично питает, отлично увлажняет. В летний период у нее был также еще один большой плюс. Она не раскисала, не расползалась от жаркой погоды. Поэтому для меня это вариант, которым приятно пользоваться круглый год. И зимой, и летом. И у меня обязательно в запасе должна быть хотя бы одна такая гигиеническая помада. Следующий продукт, который я покупаю, наверное, уже, я не знаю, в пятый раз – это крем от трещин ступняк до и после. Усиленная формула с алантаином и витамином F. Крем действительно отличный, прекрасно ухаживает за ножками и радует бюджетная цена. Я покупаю его за 50 или 55, а в ближайшей ко мне аптеке точно такой же крем продается за стоимость выше 100 рублей. Поэтому, кто еще такой не покупал, рекомендую вам обратить на него внимание. Также меня очень радуют такие косметические товары, как спонжи. В моем личном ассортименте есть вот такие вот простенькие спонжи. Они продаются в фикс-прайсе в упаковках по 4 штучки за 55 рублей. Ими удобно наносить какие-то косметические продукты именно сухим способом. И также у меня есть вот такой спонж «Яичко». Он стоил подороже – 77 рублей. И можно наносить тональные средства, биби-крем, как сухим, так и влажным способом. Мне больше нравится влажным способом. У меня никогда не было настоящего бьюти-блендера, но качество данного яичка меня вполне устраивает. Отлично работает. Несколько раз мыло. Видите, прекрасно выглядит. Не расползлось и никаких, в общем-то, пятен не осталось. Следующий товар, который я купила, пользуясь им с большим удовольствием, уже, наверное, месяца 3 или 4 – это вот такой спандер. В ассортименте было несколько вариантов. Это самый легкий, у него нагрузка всего лишь 5 кг, были с нагрузкой, по-моему, еще в 10 и 15. Я выбрала себе такой. Я очень много времени работаю за компьютером, постоянно рука правая находится на мышке, двигает мышкой, очень устает, устает запястье. Этот спандер помогает мне кисть руки как-то разгрузить, поэтому в течение дня обязательно его использую. Хорошая покупка и недорогая. Следующий мой личный фаворит – это носочки. Конечно, я вам не буду показывать использованную пару. Вот нашла одну, с которой этикетку сняла, но сами носки еще ни разу не носила. Во-первых, мне нравится бюджетная стоимость. Такие вот простенькие хлопчатобумажные носочки или с добавлением 5-10% эластана стоит 50-55 рублей. Кстати, служат достаточно долго, после стирки особенно не деформируются, поэтому покупаю с удовольствием. Более бюджетной цены нигде не видела. Следующий товар можно отнести, ну, скажем так, к товарам для всей семьи, так как все ими пользуются. Во-первых, это бумажные платочки. Я постоянно покупаю именно такие с ароматом клубники. Они достаточно неплохие, негрубые, аромат не химозный, ну, для меня даже приятный, когда такая упаковочка лежит в сумке. Кстати, даже в сумке появляется такой легкий-легкий аромат клубники. Поэтому эти платочки покупала и в этом году, и продолжу в следующем. Также, что мне очень нравится, это пластырь-мультипласт. Он есть сильной фиксацией, также, по-моему, есть водостойкий. Я покупала вот несколько упаковок именно сильной фиксации, осталась у меня одна упаковочка. В упаковке 20 штук, и набор называется универсальный. Видите, пластыри представлены в различных вариантах. Я пользовалась, в принципе, практически всеми. Обычно у меня вот эти остаются неиспользованные, ну, какая-то у них, может быть, форма не совсем удачная. Но все равно, качество отличное, и цена, в общем-то, меня радует. Поэтому тоже продолжу покупать. Следующая покупка, которая меня очень порадовала, я с удовольствием пользуюсь этим товаром, это вот такие зажимы для пакетов. В упаковке было, по-моему, 4 штуки. Один зажим у меня сейчас находится в использовании, и вот 3 я вам показываю. Кстати, стоили они крайне бюджетно всего лишь 25 рублей. В других магазинах, например, в магазине Икеа, стоит гораздо дороже, по-моему, дороже даже 100 рублей. Если увидите, рекомендую к покупке. Следующий товар, можно сказать, 2 в 1. Я вам сейчас открою и покажу. Вот эти 5 катушечек с нитками были куплены за 50 или 55 рублей. Продавались они просто упакованные в пленочку, поэтому для того, чтобы их аккуратно хранить, я также приобрела еще вот такую коробочку. Стоила она 16,60. Нитками я этими пользуюсь весь этот год. Нитки, кстати, хорошего качества. Естественно, в основном я использую белый и черный цвет, но мне пригодился и коричневый, и красный. Нитки хорошего качества. Набором я довольна. И ценой бюджетной также. Теперь покажу вам несколько товаров, которые очень порадовали меня в путешествиях и в отпуске. Немножко пришлось все подвинуть, а то уже ничего в кадр не умещается. Итак, покажу вам товары, которые очень порадовали меня этим летом и в начале осени в сезон отпусков. Во-первых, мне очень понравилась вот такая бутылочка. Стоила она, по-моему, 99 рублей. Оказалась просто отличная, удобная. Я брала ее постоянно летом с собой, наливала воду или сок или какой-то домашний компот. И также брала ее в отпуск. Там удобно было перелить, например, воду из большой двухлитровой бутылки и взять с собой вот такой небольшой объем, пол-литра. Видите, за все лето и начало осени ничего с ней не случилось. Главное регулярно мыть и следить за чистотой. Также очень мне понравились вот такие вот, не знаю, как их назвать, кейсы для документов. Портмоне для документов. Я покупала две штучки в темном дизайне, вот такой красивый с лимончиками. Покажу вам, как выглядит внутри. Вот так выглядит. Видите, оставила даже бумажку, чтобы вам показать, как нам рекомендуют размещать документы. В принципе, таким образом я их размещала. Удобно положить паспорт, билеты. Если путешествуете по своей стране, можно также страховой медицинский полис положить. В общем-то, все документы влезали, ничего не промокало. Как видите, брала с собой в отпуск. В общем-то, все достойно выглядит. Нигде они не потерлись, не протерлись. Удобная вещь. И обязательно в следующей поездке также буду с собой брать. Еще одна вещь для путешествий, которая меня очень порадовала, это надувная подушка. Вот таким образом она выглядит. Ну, конечно, надувать я ее сейчас вам не буду. Думаю, представляете, как она выглядит. К сожалению, картинку с упаковки не оставила, а то могла бы вам показать. Я думаю, многие такие подушки используют в самолетах, в поездах, да некоторые даже и в машине. Чем мне понравилось это? Ну, во-первых, своей бюджетной ценой. Стоила она, по-моему, 55 рублей. Во-вторых, у нее очень-очень приятная бархатистая поверхность. Ее было достаточно просто и надуть, и сдуть. И что удобно, я знаю, есть такие подушки, которые не надуваются и не сдуваются. То есть, вот ты купил такую подушку, в ней какой-то сыпучий материал. Мне такие неудобно с собой брать. Они занимают очень много места. Смотрите, как мало занимает место эта подушка в сложенном состоянии. У меня остался от нее пакетик, в котором она продавалась. Я ее сдуваю и просто убираю в этот пакетик. И потом использую, например, в обратной дороге на самолете. Видите, как все удобно и компактно. Также с ней ничего не случилось. Нигде она не порвалась, не разошлась по шву и не перестала выпускать воздух. Поэтому с удовольствием буду использовать и в следующих поездках. И осталось мне вам показать свои фавориты бытовой химии и товаров для уборки. Наверное, начну с тех товаров, которые у меня всегда есть в хозяйстве. Но если не в запасе, то в использовании они у меня есть всегда. Это полотенце универсальное Bone Home. Использую и для того, чтобы убраться на кухне, в ванной комнате. И пылями можно протереть. То есть многофункциональная тряпочка одноразовая. Бумажные полотенца Плюш. Огромный рулон. Полотенце очень хорошего качества. Плотное. Подходит для любых хозяйственных целей. И также всегда у меня в хозяйстве есть гель для очистки труб Home Star. Который я использую исключительно для профилактики засоров. Примерно раз в две, раз в три недели заливаю по 200-250 мл в различные стоковые отверстия. Очень часто покупаю в последнее время Fixed Price. И очень довольна этой покупкой. Это вот такой гель для стирки. Здесь полтора литра. Окс. Он появился в Fixed Price, наверное, месяца 3-4 тому назад. И за это время я купила, наверное, три бутылки. В месяц у меня уходит как раз одна такая емкость. Ну, достаточно часто стираю. Стирки много. По качеству у меня средство очень нравится. Если сравнивать с другими бюджетными подобными средствами, ну, для меня, может быть, даже оказалось самым лучшим. Очень хорошо одежду отстирывает. Ну, никаких претензий к этому средству нет. Поэтому, если оно и дальше будет продаваться в Fixed Price, с удовольствием буду покупать. Следующее, что покупаю, ну, практически постоянно, и у меня это всегда в использовании в туалетной комнате, это освежитель воздуха Air Pure. Я использую такой баллон для своего освежителя AirVic. Баллон этот отлично подходит. Хватает настолько же, насколько и родного освежителя воздуха. Ароматы приятные. Ну, никаких нареканий за 99 рублей. Он меня вполне устраивает. Следующий мой фаворит. К сожалению, у меня осталась последняя упаковка, которая и то скоро закончится. Это салфетки влажные для экранов всех типов. В упаковочке 90 штук. В Fixed Price ближайших ко мне, к сожалению, эти салфетки пропали. Вот не знаю, что буду делать, когда эта упаковка закончится. Действительно отличные салфетки и действительно для экранов всех типов. И для телевизора, и для компьютера, и для ноутбука, и для электронной книги, и для смартфона. И не оставляют разводов. Ну, отличный. Пользуюсь с огромным удовольствием. Если появятся опять, с удовольствием куплю себе в запас, ну, не знаю, три упаковки точно. Следующее, что покупаю постоянно, это меламиновые губки Ластик. Я знаю, что о них противоречивы отзывы. Некоторым они категорически не нравятся. Для меня это просто такой must-have для уборки. Я протираю практически все пластиковые поверхности на кухне. И в ванной комнате убираюсь. И, кстати, они прекрасно подходят для того, чтобы почистить металлическую раковину на кухне. И для уборки плиты. Ну, практически для всего. Единственное, надо помнить, что эту губку обязательно надо перед использованием смочить водой. Так как в сухом состоянии она работать не будет. Кстати, одной губки мне хватает достаточно надолго. Следующее, что мне очень нравится, это влажные салфетки универсальные. Я беру обычно вот такие большие упаковки, 120 штук. Что мне нравится, часто в фикс-прайсе они представлены именно в упаковках с клапаном, что очень удобно. Открыл, закрыл и салфетки не сохнут. У меня такая упаковка всегда находится на туалетном столике. Поэтому также с удовольствием продолжу этот товар покупать. И еще одни салфетки. Мне как-то написали под одним видео, что, наверное, я любитель влажных салфеток. Но действительно, видимо, это так. Поэтому еще одни любимые мои салфетки. Это бытовые влажные салфетки для уборки. Упаковки 120 штук. Я чаще всего покупаю вот такую зеленую упаковку с ароматом цитрусовых. Приятный аромат. Кстати, отлично этими салфетками убираться. Использую их для уборки также в ванной комнате, на кухне, в санузле. Но не использую их для того, чтобы протирать пыль. Мне кажется, для этой цели они не подойдут и будут оставлять разводы. Но для уборки в ванной и на кухне просто отличная вещь. Что-то быстренько вытереть и протереть. Ну и мой фаворит, который я, наверное, показываю во всех своих покупках из магазина FixPrice. Это пакеты особо прочные. Бонусом они еще и ароматизированные. Но я покупаю их из-за того, что они действительно особо прочные. Кстати, представлены пакеты как 60 литров в упаковке 20 штук, так и пакеты 30 литров в упаковке 30 штук. Это были все мои фавориты за 2018 год. Возможно, о каких-то товарах я забыла. Просто прошлась, как говорится, по квартире и посмотрела, что же мне нравится, чем я пользуюсь и что я регулярно покупаю в этом магазине. Расскажите, какие ваши любимчики из магазина FixPrice, что вы покупаете постоянно. Может быть, я что-то в своем видео не показала, а этот товар вам очень нравится. И мне также стоит обратить на него внимание. Всем спасибо за просмотр моего видео. Всем отличного настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok